В прямом эфире информационного канала Якутия 24 выпуск итоги дня. С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Субтитры предоставил DimaTorzok Весна на НВК. На нашем телеканале стартовал второй большой телемарафон. Что ждет зрителей в течение всего месяца и на главном эфире 1 апреля. Бакалдын в Олегминском районе отметили Эвенкийский праздник встречи солнца. Провели ряд конкурсов, включая самый зрелищный гонку на оленях упряжках. И Мирненский дрифт. Представители авто-мотоклуба «Алмазная столица» готовятся соревноваться в мастерстве. Как идет подготовка к турниру? По факту гибели двоих детей в селе Хаптагай возбудили уголовное дело. Жуткая трагедия, напомню, произошла накануне в Мегино-Кангаласском районе республики. Угарный газ от авто, оставленного в гараже пристрое частного дома с работающим двигателем, стал причиной гибели двоих детей. Еще один ребенок в коме, мать детей в больнице. Все подробности у Ольги Лысак. Страшная трагедия произошла в якутском селе Хаптагай Мегино-Кангаласского района Якутии в ночь на воскресенье. 4 мая в Хаптагайскую участковую больницу поступили сразу 4 пациента с отравлением от угарного газа. Причиной отравления стал автомобиль, оставленный в гараже отцом семьи. Оборвались жизни двоих детей, а за жизнь третьего мальчика сейчас борются врачи. Накануне трагедии отец собирался с приятелем на рыбалку. Он оставил автомобиль друга в своем гараже, пристроенном к дому. Мужчины уехали, оставив машину на автозапуске. Однако, как установили следователи, после прогрева двигатель не отключился, и угарный газ проник прямо в дом. Десятилетний мальчик и его 14-летняя сестра погибли во сне. За речным межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по республике Саха-Якутия с дислокацией в Мегино-Кангаласском районе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, причинение смерти по неосторожности двум лицам. По факту смерти детей в частном доме села Хабдагай. Мать семейства и младшего сына 8 лет с анрейсом перевезли в Якутск. Здесь женщину удалось спасти. Сейчас ее жизнь вне опасности. А состояние единственного выжившего ребенка, увы, пока не улучшается. Сегодня он находится у нас в реанимации педиатрического центра на аппарате искусственной вентиляции легких. И состояние его крайне тяжелое. В коме, как он поступил, так сегодня его состояние остается в коме. Пока никакой положительной динамики в отношении, допустим, выхода из комы и никаких признаков сознания ребенок пока не подает. В данное время следствие устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего. Ольга Лысак, Кристина Якупова, Илья Сыромятников, Григорий Охлопков, Якутск. К другим новостям. Генеральным директором угледобывающей компании «Колмар» назначен Артем Левин, ранее работавший заместителем гендиректора, директором по производству. Напомню, ранее мы сообщали о том, что экс-директор компании Сергей Цивилев был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Добавлю, что новый руководитель компании Артем Левин, выпускник ЕГУ с квалификацией горный инженер, прошел школу от подземного горнорабочего до главного инженера шахты. В пресс-службе компании отметили, что данные кадровые изменения не повлияют на стратегию развития компании, так как к 2021 году «Колмар» намерен стать одним из лидеров на мировом рынке. Представители прессы со всей России встретились с президентом Владимиром Путиным на медиафоруме ОНФ в Калининграде. Участие принял и наш корреспондент Николай Борисов. Журналисты из всех округов, областей, регионов и, конечно, республик встретились в Калининграде с Владимиром Путиным на медиафоруме Общероссийского народного фронта. Нам тоже удалось побывать на этом масштабном мероприятии и из первых уст услышать, как президент ходит неузнанным по улицам и делает зарядку по утрам. Здоровый день работы медиафорума Общероссийского народного фронта. Идут дискуссионные площадки, обсуждаются судьбы профессии телевидения, радио, печати, интернет-призаний. Ну и, конечно же, всей страны на данный момент. Слушаем Владимира Владимировича Путина. На его обращениях к федеральному собранию будут делаться какие-то определенные выводы и обсуждаться дальнейшие стратегии. Сама встреча длилась полтора часа. Однако участники начали собираться еще за несколько дней до начала. Разместили в гостинице и разрешили потратить время по своему усмотрению. Мы, конечно, пошли на Красную площадь. Откуда лучше всего передавать привет родной республике. Привет, Якутия! А, где ты его? Нет, спасибо. Мунняк в другом городе. Это много поездок, самолетом, такси и, конечно, автобусом. В пути рассказываем байки журналистской профессии и жизни в регионах. Коллеги полусерьезно переспрашивают, неужели в Якутии действительно так много алмазов и золота? Ака, якутия, привет. Алмазы, привет. Отлично. Конечно, основная тема разговоров – журналистика. Также делимся проблемами регионов. Они почти везде в сути свои одинаковы, однако везде своя специфика и индивидуальный характер. Экология, коррупция, равнодушие властей. Невольно сравниваю истории и перехожу к выводу, что Якутия может многим поделиться с соседями в борьбе с этими негативными явлениями. Возникает вопрос, хватит ли у страны денег для того, чтобы все эти свалки рекультивировать, с помощью инновационных технологий переработать этот мусор. В Госдуме находится соответствующий законопроект, он, по-моему, во втором чтении уже прошел. И это будет сделано. И в данной ситуации это и правильно. Здесь нужна комплексная работа, комплексный подход. Нужно выработать целую систему работы с этими отходами. Нужно создавать соответствующие комплексы по раздельному сбору. Причем делать это поэтапно. Конечно, кульминацией становится встреча с президентом. Впрочем, об этом написано и сказано уже много. Постепенно журналисты становятся ближе. И серьезный формат форума показывает другую, неожиданную сторону. Страшные секреты, которые раскрыты только для нашего телеканала. Вопрос в следующем. Как найти управу на промышленников? Кто и как это должен делать? Во-первых, извините, что я так как-то никак к вам не развернусь. Вот так, может быть. Какие чувства испытывали, когда повернулся Владимир Владимирович? И удалось-таки задать вопрос. Один из самых жестоких, на самом деле, который я слышал. На самом деле, это была немножко спланированная акция. В том смысле, что когда он обернулся и искал взглядом, кого спросить, я произнесла фактически на ухо ему. Ну все, у нас, видимо, за спиной шансов нет. Он услышал и сказал, ну как это нет, задавайте вопрос. Как это произошло? Меня совершенно случайным образом посадили вперед на том же льду, где сидел Владимир Владимирович. И позорвался за руку со всеми, кто сидел. Неожиданно, эта честь осталась мне. В общем, если вы попадете на форум, медиафоруму НФ, и советую вам одевать что-то яркое для картинки, вас могут посадить вперед. Пятый Восточный экономический форум пройдет на неделю позже с 11 по 13 сентября во Владивостоке. По словам советника президента России Антона Кобякова, корректировка дат проведения произведена в связи с графиком многосторонних международных мероприятий с участием первых лиц государств. К примеру, на форуме планируется участие премьер-министра Японии Синзуабе. Добавлю, что Якутия в Восточном экономическом форуме регулярно принимает участие. В прошлом году на его площадках республика подписала 17 соглашений по различным направлениям на общую сумму 2,5 трлн рублей, в том числе сотрудничество с японскими партнерами по проекту ветроэнергетики в Тикси-Булунского улуса. Почти четверть россиян готовы уехать работать на Дальний Восток. Об этом сообщила директор специальных программ в ЦИОМ Елена Михайлова. Условия переезда – высокая зарплата. Чуть меньше половины опрошенных готовы уехать в случае гарантированного дохода от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, чуть более половины – от 100 тысяч и выше. В то же время только 3% работодателей готовы платить начинающим специалистам более 100 тысяч, но при этом гарантируют полный социальный пакет. Более полутора тысяч избирателей в отдаленных и труднодоступных местностях Якутии досрочно проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщили в Центре сберкоме республики. Для обеспечения досрочного голосования используют вездеходы, снегоходы, камазы, а по 50 направлениям в ход идут вертолеты. Всего в республике досрочно должны проголосовать свыше 22 тысяч избирателей. Заработная плата учителей, бесплатная медицинская помощь, строительство спортивных залов и школ. Эти и другие вопросы интересовали жителей Сайсарского и Гагаринского округов Якутска на встрече с властями республики. Затронули и тему цифрового неравенства, когда в отдаленных поселках Якутии медленный интернет или соединение нет вовсе. Сейчас, по словам первого зампреда правительства Алексея Колодезникова, вопрос решается. Суровая и снежная зима в Южной Якутии создала проблемы местному сельскому хозяйству. Насколько тяжело проходит зимовка скота в Алданском районе и что делать? Репортаж Татьяны Вахниной. В сельском хозяйстве Алданского района сложилась ситуация непростая. В хозяйствах насчитывается порядка 600 голов крупного рогатого скота и столько же лошадей. Численность оленей превышает 7 тысяч голов. Зима 2018-го выдалась суровой и снежной. Потенциальные угрозы сельскохозяйственным животным возросли многократно. Зимовка проходит тяжело, тяжелее, чем прошлые годы, потому что осуществляется определенная нехватка кормов. Кормов не хватает как крупному рогатому скоту, так и лошадям. Для последних угрозу гибели таят высокие сугробы. Лошади увязают в снегу. Определенной трудностью является высокий снежный покров. На прошлой неделе зарегистрирован случай уже падежа одной лошади. И еще имеются случаи травли лошадей волками. Волки представляют главную угрозу для стада. За два месяца 2018-го силами как охотников, так и оленеводческих бригад в Алданском районе было добыто 30 хищников. Сезон охоты открыт круглый год. Численность волков регулировать проблематично. Власти района уповают на помощь республике. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алданский район. На НВК Саха стартовал второй телемарафон под названием «Весна на НВК». В течение месяца для зрителей в социальных сетях компаний пройдут интересные конкурсы, на что готовит большой телеэфир 1 апреля. Все подробности проекта у Саргуланы Федоровой. Прошлой весной первый телерадиомарафон подарил жителям республики море позитива и ценные подарки. Кому улыбнулась фортуна, выиграли баню под ключ, сруб дома, ружье и многое другое. Не уверена была, долго была. Мои вообще не были уверены, наверное, дочь младшая вообще. Но потом уже, естественно, люди-то не обманывают. У меня есть дача на Вилюйском тракте, давно уже. Там старый домик есть, но старый дом не буду трогать, а есть место для этого дома. Планируем. Вообще мы, в принципе, летом собирались строить новую баню, так как у нас уже старенькая. Тут уже и строить не нужно будет. До 1 апреля раздадут специальные брелоки. Их обладатели получат купоны на бесплатный розыгрыш, который состоится во время прямого эфира. Режиссеры, техники уже с 7 часов утра будут у рабочего пульта. Большой прямой эфир пройдет в режиме нон-стоп в течение дня. Забавы, юмор, весенние подарки и сюрпризы. 1 апреля все действо будет происходить на свежем воздухе. Прямо у главного входа НВК Саха. Будут задействованы сквер и улица. Любой желающий сможет посетить различные мастер-классы, пленер и концерт уличных музыкантов. То, что будет происходить в студии, это будет совершенно в другом формате. Это не будет просто ведущий и гость в студии. Поэтому я пока ничего не буду говорить. Следите за всеми нашими новостями на странице инстаграм НВК Саха. Как продюсер проекта «Весна на НВК» я приглашаю всех рекламодателей присоединиться к этому масштабному проекту. Зрители могут принять участие в конкурсе видеороликов «Семейная традиция». Всего-то нужно до 26 марта опубликовать в инстаграме видеоролик о лучших семейных традициях. Семья-победитель выиграет летний круиз на Оленские столбы на 8 человек. Ожидается большой сюрприз. Это будут соревнования. Пока не буду раскрывать весь секрет. Но время придет и совсем скоро наши телезрители узнают. В прошлом году у нас состоялся матч между двумя чемпионами мира по шашкам. В этом году мы планируем уже кое-что другое. Организаторы уверены, что начало прекрасной поры станет началом новых проектов для нашего телеканала и новых начинаний для жителей республики. Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Якутск. На сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй половине выпуска. Бакалдын в Олегминском районе отметили овенкийский праздник «Встречи солнца». Провели ряд конкурсов, включая самые зрелищные гонки на оленьих упряжках. В Ирнинский дрифт представители автоматоклуба «Алмазная столица» готовятся соревноваться в мастерстве. Как идет подготовка к турниру? И большая возможность для юных талантов. Дети-танцоры со всей республики получат шанс поступить в якутскую балетную школу. Состоялся серьезный конкурс. В прямом эфире мы продолжаем выпуск «Итоги дня». Юные танцоры из районов республики получат шанс поступить в якутскую балетную школу. В столице состоялся первый республиканский конкурс в рамках научно-практической конференции под названием «Наследие Мариуса Петипа. Основа классического танца». События посвятили 200-летию выдающегося балетмейстера. Участие принимают более 60 воспитанников школ искусств и балетной школы. Рассказывает Саргалана Захарова. С недетской выправкой и серьезным видом вступают юные артисты на сцену. Стараются, но временами волнение дает о себе знать. Однако жюри довольны, преподаватели тоже. Уровень школы искусств стал намного выше, заметили в колледже. В этом году мы видим, что дети приобщены к прекрасному. Они стали на пуанты. Это очень большое достижение для нашей детской школы искусств. Воспитанники балетной школы и школы искусств выступали в двух категориях. Профессионалы и любители. Но обедняло их одно. Все исполняли хореографические вариации выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа. К слову, его постановки считаются сегодня одними из самых сложных. Государственное требование у нас по предпрофессиональной программе. Поэтому даже вот недавно, лет пять тому назад, мы никогда не думали, что мы будем танцевать эти вариации из балета, наши дети. А сегодня мы наравне, можно сказать, уже выступаем. Наши дети выступают на пальцах, на пуантах, танцуют. Дети не только выступали на сцене, но и показали теоретические знания. Говорили о своих партиях, технике исполнения, особенностях хореографии Петипа. Там очень много вращений с пятой позиции. И пуражок, падиша есть. Они очень сложные. Несмотря на сложность, поставленные задачи исправились, сказали члены жюри, выходя из зала. Взяли на заметку лучших, из которых, возможно, уже в скором времени кто-то окажется в числе студентов колледжа. Сарглана Захарова, Илья Сарамятников, Якутск. В селе Кресхалжа и Тампонского района начались юбилейные мероприятия, посвященные 110-летию героя Советского Союза Федора Охлопкова и столетию его супруги, матерь героини Анны Охлопковой. Сюжет нашего корреспондента Марии Винокуровой. На родину прославленного снайпера Великой Отечественной войны с разных концов республики приехали его дети, внуки, правнуки. С утра собравшиеся возложили венки к памятнику Федору Матвеевичу Охлопкову. В тот же день в Центре народного творчества «Баягантай» состоялся торжественный вечер встречи поколений и презентация седьмой книги о герое Охлопкове. Автор – сын Николай Федорович. В этой книге тиражом в 500 экземпляров «Вся жизнь Федора Матвеевича, начиная с первых и заканчивая последними днями». Еще, кроме этого, книга про наших отца вышла в Америке. Япония, все японское происхождение, выпущу книгу о великих воинах Великой Отечественной войны. Целых две страницы было с фотографиями о нашем отце, на английском языке, конечно. И на обложке этой книжки фотографии о наших отцах. Село Крисхальджа и родина двух героев. Знает ли историю семью, где оба супруга при жизни стали героями и выполнили свой главный долг? Он, как воин, защитивший свою родину. На боевом счету сержанта без промаха значится 429 солдат и офицеров противника. Она, как женщина-мать. Анна Николаевна родила десятерых детей. У нас правнуков 20, и мы очень гордимся своим прадедушкой Федором Матвеевичем Охлопковым. Он является для нас, для подрастающих поколений, хорошим примером. Примером храброго воина, примером хорошего отца. На юбилейном вечере все книги и стихи в честь героев Охлопковых. В родном наследии совхоз, музей и школа носит имя знаменитого снайпера. Торжества на этом не заканчиваются и продолжатся в течение года. Мария Винокурова, Хандыга. Ледниковый период в местности Каталыктах. В Нюрбе торжественно открыли парк зимних развлечений. Инициаторами выступили предприниматели города. Спектр услуг и аттракционов весьма разнообразный. Главная цель парка – пропаганда здорового образа жизни и создание хороших условий отдыха для жителей и гостей города. В этом году зимний парк «Ледниковый период» организован впервые. «Ледниковый период» станет любимым местом семейного отдыха. В следующем году будем развивать место, где с удовольствием и радостью будут отдыхать жители города и нашего района. В мирном представители авто-мотоклуба «Баянай» готовятся к зимнему дрифту. Накануне они забрали все призовые места ленских заездов. А как идет подготовка водителей к первому официальному домашнему турниру, в сюжете Марьяны Кутуковой. Разбитые окна, помятые двери и треснутые бамперы – результат заезда в Ленске. Тогда мирницы заняли все призовые места. Валерий – член автоматоклуба «Баянай» стал третьим и выиграл приз за лучшее выступление. Сегодня он прокачивает машину уже к домашнему турниру. Дни и ночи в гараже и детище отечественного автопрома почти готово. Сейчас ведутся работы по замене двигателя. На более новый, более современный, инжекторный, более мощный. По ходовой части и рулевому управлению тормозной системы уже эти узлы-агрегаты доработаны. Трансмиссия в том числе. Ну и теперь по мощности встал вопрос. Местами стало остро не хватать. В выходные в Мирном пройдут первые официальные соревнования по зимнему дрифту. Мирный, Айхал, Удачный, Светлый, Чернышевский, Еленск – далеко не полная география участников. Трасса протяженностью полтора километра уже готова. Любой желающий может приехать и отточить мастерство вождения. Для постановки автомобиля нам необходим ручник. У меня он стоит гидравлический. То есть блокируем заднюю часть автомобиля, пускаем в занос, даем газу и вот мы идем боком. Вот. То есть самое основное. Нужно сорвать заднюю ось в занос и дальше уже корректируем движение автомобиля газом, сцеплением, рулем. Соревнования будут приурочены к 8 марта, поэтому основной упор на женские заезды. Люди заявляются. Классы автомобилей очень разные. От советских до дорогих иномарок. То есть вчера вот заявку вечером подал УАЗ Патриот, пикап новый, он готов ехать. Автоледи заявляются на автомобилях, в основном иномарки, полноприводные кроссоверы. Первый открытый турнир в Мирном состоится 10 марта под трем классом. Это автоледи, тайм-атак и парный дрифт. Каждому участнику нужно проехать по два круга и показать максимально зрелищный дрифт. Вариану Казухову из гений Тайтона, Смирный. В Олегминском районе отметили венкийский праздник встречи солнца Бакалдын. В день по традиции организуют целый ряд конкурсов, в том числе, безусловно, самые зрелищные гонку на оленьих упряжках. Репортаж Елены Фаст. Гонки на оленьих упряжках – непременный атрибут большого праздника Бакалдын. Все малонациональности народов севера, включая всех малонациональностей народов севера, это летом и Кеновка, а зимой Бакалдын. Есть какие-то особые традиции. Особые традиции у нас – давлавурва давладинграб. Значит, хороводные песни соединяют нас с малонациональностей народов севера. Курин – слово «встреча», да? Бакалдын – это встречаем. Бакалдын еще означает, что встреча солнца. В этот день в село стараются приехать большинство оленьеводов, которые в основном в течение года живут на стойбище. Сами гонки – наиболее зрелищный и любимый вид среди многочисленных конкурсов и наиболее азартный. В этот раз участвовали мужчины и женщины. Какие качества нужны, чтобы успешно пройти дистанцию? И хорошо сидеть. Надо знать равновесие. Тяне – достаточно большое село. Основное занятие жителей – оленеводство, охотничий промысел, рыболовство. Все это традиционные занятия народа, испокон веков проживающего именно так. У оленеводов такие дни редки, и скоро они вновь уедут из села. Нам, жителям города, сложно понять, как можно проживать в тайге месяцами. Для них же тайга – родной дом. Свою работу они очень любят, вернее, ее они считают не работой, а частью себя и своей жизни. Она хорошая жизнь. А у него хорошая, чем здесь. Там приедут, там в себе, там в себе работают, в себе работают. Вернее, оленеводство. В этот раз праздник удался на славу. Довольны были и хозяева праздника, и многочисленные гости. Елена Фаст, Максим Копылов, Олег Кунск. Это были итоги дня. Оставайтесь на Якутии 24. Будьте в курсе всех новостей и событий. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова